Теперь в Ярославль. Туда прилетел Владимир Путин. Президент вместе с исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Мироновым посетил Ярославский моторный завод, где налажен выпуск многоцелевых двигателей, которые устанавливают на грузовики, автобусы и другую технику. Владимир Путин прошел по цехам предприятия и встретился с рабочими. Речь шла о современных технологиях в стране, и один из вопросов касался космодрома Восточный. Я могу с гордостью сказать, что это была действительно моя идея. Россия должна иметь свой космодром, именно гражданский, национальный. Мы, конечно, будем оставаться на Байконуре, будем работать с нашими казахстанскими друзьями. У нас остались только площадки Министерства обороны, по сути дела. И вот на севере, это же просто позиционный район одной из ракетных дивизий, вот и все. Этап строительства, который мы планируем, это создание стола и создание пусковых установок для тяжелых ракет, которые будут использоваться, в том числе для пилотируемых полетов. Вот оттуда мы планируем это делать в будущем. Да, кстати говоря, Восточный предполагается к использованию и для изучения дальнего космоса. Когда мы увидим, что есть реальные инвесторы, которые видят и коммерческую перспективу, она может появиться, эта коммерческая перспектива. Вы понимаете, ведь из России до, скажем, Вашингтона можно долететь до 20 минут. Космический корабль вышел в космос, сколько он выходит? Четыре, пять минут, не помню. А потом в космосе, до Вашингтона, до Нью-Йорка, ну условно, всего 15-16 минут. Но для этого нужна соответствующая техника. Зашла речь и об отечественном промпроизводстве в условиях санкций. Владимир Путин подчеркнул, если производить качественный продукт, ему не страшны никакие ограничительные меры. Все эти санкционные ограничения, они формулируются не гигантами мысли. Это не большие интеллектуалы, кто предлагает вот такую форму взаимодействия в мировой экономике. Но и полные идеи, и те они тоже не страдают. Поэтому, если мы будем производить, если вы будете производить высокотехнологичный и конкурентоспособный продукт для мирового рынка, европейского, азиатского, латиноамериканского или североамериканского, то никакие ограничения никому не помогут. Качественный продукт всегда себе дорожку протопчет и свою нишу займет. Поэтому нужно бороться за качество и за эффективность. Уже сегодня, за, по-моему, 2-3 года, у нас экспорт машинного оборудования в общем объеме экспорта вырос в два раза практически. Он у нас был в 2014 году, по-моему, 3 с небольшим миллиарда, а сейчас уже 6. Это мало пока. Это очень мало. Но тенденция очень хорошая. Надо эту тенденцию сохранить. Говорили также о российской армии. Она никому не угрожает, пояснил верховный главнокомандующий страны. И рассказал, зачем нужны регулярные учения и внезапные проверки боеготовности. Армия наша никому не угрожает. Хочу это еще раз подчеркнуть, чтобы все услышали, не только здесь сидящие. Но она боеспособна, она стала современной и высокоэффективной. В разы увеличилось количество тренировок, учений, в том числе и внезапных проверок, которые время от времени почему-то беспокоят наших партнеров, условно их назовем так, что когда они проводят какие-то учения, мы не беспокоимся, они почему-то сразу начинают нервничать. Нервные такие. Нам нужно надежно обеспечить безопасность своей собственной страны, своего собственного народа. Наша армия сделает это состояние. Продолжение следует. Продолжение следует.